Приветствую вас, Барьер здесь. Я бы предложил рассматривать не только в контексте отношений с вашими родителями, но и в контексте отношений вашего к самой себе. То есть Барьер это такое средство, такой инструмент для того, чтобы с одной стороны остаться в той привычной среде вашей жизни, в которой вы находились, в которой вы всегда были, и по сути дела это защищенная, спокойная, стабильная среда, а с другой стороны это жизнь новая, да, может быть самостоятельная, да, может быть какая-то интересная, но в то же время и неизвестная, может быть даже опасная. Ну, как вы можете думать на самом деле. То есть не обязательно, не факт, что вы так действительно думаете, но тем не менее. Сначала поговорим про родителей, поскольку вопрос ваш все же именно связан с ними, с родителями. Вы пишите о том, что парни вы уверены и, собственно, проблем никаких нет, хотите очень к нему и, в общем-то, мечтаете о том, чтобы к нему переехать, но вот родителям сказать не можете вы. С чем это связано? С чем это связано то, что вы не можете сказать родителям? Ну, связано это, пожалуй, с тем, что вы знаете точно, что ваши родители этого не одобрят. Вы знаете точно, что ваши родители этого не одобрят и, зная то, что они этого не одобрят, вы, естественно, понимаете, что будет конфликт, скорее всего. И понимая, что, скорее всего, будет конфликт, вы этого конфликта избегаете, боитесь, может быть, хотите его оттянуть и так далее. Ну, просто потому, что вы знаете, что ваши родители не оценят, не поймут, не проникнут в ваши идеи, и они, напротив, будут отговаривать вас от того, чтобы вы это делали. И вот страх конфликта, который у вас есть, чем он продиктован, сказать, ну, так вот, однозначно нельзя. Можно, конечно, по-разному интерпретировать этот барьер. Можно интерпретировать этот страх. Можно по-разному говорить, почему именно вы не хотите этого конфликта, но мне бы хотелось, чтобы вы сами ответили себе на этот вопрос. Просто потому, что это, ну, вообще-то это очень важно. Вообще-то это очень важно, чтобы вы сами определили для себя, почему вы боитесь конфликта. Вы боитесь чего? Боитесь вы, например, не выдержать конфликта, то есть боитесь сдать свои позиции, может быть, перед родителями, у которых, по вашему мнению, позиция будет более такой зрелой, может быть, более такой серьезной и так далее. А вы вроде как ребенок, и вы не знаете сами, чего хотите. Если это действительно так, то тогда встает вопрос о том, доверяете ли вы своим переживаниям, доверяете ли вы своим желаниям, и если нет, то почему? Это вопрос. Далее. Далее важный момент, который мне бы хотелось вам сказать. Если вы не доверяете, если вы не доверяете своим желаниям, своим эмоциям, своим переживаниям, да, то это неуверенность в себе. Ну и как бы напрашивается вопрос волей-неволей, а откуда же это неуверенность в себе все же берется? Почему вы не уверены в себе? Далее. Хочется сказать, что родители ваши, меньше вас любить от того, что вы скажете им, что едете в другой город, меньше любить вас, они не в страну. Но, конечно, они будут за вас переживать, конечно, они будут за вас волноваться и так далее. Это, безусловно, но простите, это продиктовано тем, что они о вас заботятся. Это продиктовано тем, что они хотят, чтобы у вас все было хорошо и боятся за вас. То есть реакция родителей ваших, она, ну, вполне нормальна на самом деле. И вам, собственно говоря, переживать по поводу того, что они меньше, например, будут вас любить и прочее-прочее, не стоит. Не будут они вас меньше любить. Просто будут переживать о вас, может быть, сильнее. Это, конечно, конечно, но это нормально для родителей. Вы боитесь чего-то в контексте себя. Вы боитесь каких-то негативных последствий для себя. А может быть, вы боитесь что-то потерять. И вот что вы боитесь потерять? Ну, и на примере. Поймите, за свое счастье, которое у вас, судя по всему, есть, необходимо бороться. И борясь за свое счастье, отстаивая его и продвигая свою позицию, вы, судя по всему, сталкиваетесь сейчас с первыми препятствиями. Родители и переезд, это без лишней скромности и без лишнего какого-то устрашения. Это не самое серьезное препятствие, которое будет в вашей жизни вообще еще. И чем быстрее вы для себя это поймете, чем быстрее вы поймете, что всегда кто-то будет против того, что вы делаете, того, что вы хотите, чем быстрее вы поймете, что взрослые люди, коими являются ваши родители, не могут и не должны разделять полностью вашу позицию, это было бы странно. Но они могут смириться с вашей позиции, они могут принять ее из-за и ввиду отсутствия выбора. Это вам нужно сделать. И что бы вы ни сказали, какие бы слова вы ни подобрали, все равно реакция ваших родителей хоть по сути одна и та же. Вы никак не смягчите то, что хотите сказать. Но если решили делать то, что нужно, если решили действовать так, как решили, то действуйте. Не бойтесь. Родители от вас все равно никуда не уйдут. Они всегда будут с вами в любом случае. А вот молодого человека потерять вы можете. И кроме того, важный момент. Если вы чего-то боитесь или именно, а барьер это все же страх, то во-первых, давайте подумаем, чего вы боитесь. И во-вторых, попробуйте представить себе, что вот то, чего вы боитесь, да, уже произошло. То, чего вы боитесь, уже случилось. Поиграйте в такое, знаете, воображение. Вот. Попробуйте представить себе то, чего вы боитесь. И вы научитесь постепенно, пока мысленно, пока в воображении действовать в тех условиях, которые вам, ну, неприятны, которые вас не устраивают. Далее. В контексте именно вас мне бы хотелось сказать следующее. Как я уже сказал, привычный образ жизни ваш существенно изменится после того, как вы переедете в другой город. К молодому человеку. Потому что, если до этого вы были дочери своих родителей, и ответственности у вас было не так много, то сейчас ситуация будет совершенно другая, и вы будете полностью ответственны за то, что делаете, за то, что завершаете и так далее. То есть, каждый, каждый ваш поступок будет оценен именно вот с позиции как раз личной ответственности. и вполне вероятно, что барьер, который вы чувствуете, это то, значит, что защищает вас от, ну, знаете, от того, что вас ждет. то есть, вы знаете, что вот какие-то негативные моменты в самом деле могут произойти, да, вы опасаетесь это, вы чувствуете, что могут быть какие-то проблемы, может быть, вы чувствуете, что не готовы еще, или лично сами этого боитесь. И тогда вам нужно было бы подумать о личной готовности. Вполне вероятно, что если вы и себе, и своим родителям скажете, что, например, вы едете в город не навсегда, а на время, просто попробовать спосить вместе с молодым человеком, просто потому, что вам там уже, например, пора и так далее. Будет гораздо проще. Вы сами себе ставите некие такие чересчур, мне кажется, большие цели, чересчур большие задачи, через все сложные задачи. И это, конечно, очень для вас тяжело. Я бы здесь рекомендовал снизить, именно снизить сложность и ставить перед собой более выполненные задачи. то есть, ничего нет удивительного в том, что вы боитесь, ничего удивительного в том, что вы опасаетесь, ничего удивительного в том, что вы не хотите даже сами для себя признавать, что ваша жизнь меняется и вы отчасти опасаетесь этих перемен. Но для того, чтобы эти перемены вас не страшили, нужно немножечко привести их, эти самые перемены, в те условия, которые могли бы пройти вам. То есть, все условия, которые могли бы как-то, знаете, соответствовать вашим способствам. Они не быть граничны, и если вы будете все-все-все-все-все-все-все-все-брать, то, собственно говоря, вам будет самое тяжело. Попробуйте сказать родителям, например, о том, что вы не уезжаете в другой город, а просто хотите поехать и встретиться с вами, например. Ну, просто поехать, пройдясь в городе другом и провести с ним какое-то время. Но в этом же нет ничего страшного, верно? Верно. Пройдет время, и вы пожив с ним, убедитесь, что с ним хорошо жить, потому что еще не факт, что вы будете действительно складно, гладко, без ссор существовать в быту, вы скажете родителям, что вы знаете, мои дорогие, я хочу остаться с этим мужчиной, я вижу в нем своего будущего спутника жизни, например. И в этом нет ничего дурного. То есть, понимаете, есть три основных аспекта. Первый аспект это отношение с родителями и понимание их роли в вашей ситуации, понимание того, что как бы вы ни хотели смягчить новость, но рано или поздно они об этом узнают, и чем лаконичнее вы скажете, чем быстрее вы скажете, тем быстрее у них начнется принятие новой реальности, быстрее они смирятся и быстрее вы сможете жить дальше. Если они любят вас, они смирятся. Если они как-то воспринимают то, что вы делаете, будут воспринимать то, что вы делаете негативно и не пожелают принять, значит, они думают о себе, но в таком случае оглядываться на них тоже не стоит. Второй момент, это момент ваш личный. внутренний. И кроме аспекта, что с вами счастлив нужно бороться, нужно еще и понять, что барьер у вас создала тревожность и сомнение в возможности своей собственной готовности окончательно менять свою жизнь. И отсюда вытекает третий момент. Момент, о котором я говорил только что. И здесь может быть как про набор страха, который у вас есть. И соответственно адаптация себя к возможным негативным последствиям. И может быть забота о каких-то важных для себя защитных вариантов. сомнений это собственно обязательно работа над тем собственно чего же вы сами для себя в итоге хотите и чего вы хотите для родителей. Например, вы не отпускаете родителей, то почему. И вот это все нужно вам будет осознать, какие-то моменты возможно разобрать с психологом, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе. Можете вы и сами справиться со всем тем, что я описал прекрасно. Сыдаюсь от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...